пум-пум вновь шортс вновь фрагмент с партии партия между первым данным четвертым куб как видно происходит борьба белый отмеченный камень борется против отмеченных черных камней в черном соответствующего зависания по есть но ты черный вынужден все это дело защищаться вот и предлагаю вам тут немножечко подумать ты сыграть лучше чем четвертый куб то что делать нельзя нельзя бросать слабые группы в партии был занят большой пункт черный этим тут же воспользовался вот возможно белый не знал что делать тогда себя воспользоваться пословица не знаю что ходить ходить на ген поставить конечно шутка не надо я воспринимать всерьез вот но ходы которые пускать категорически нельзя по сути это относится к теме важности контроля центра было наверное или не было ну где-то точно была лекция меня на тему важности контроля центра и это максимальный яркий пример кто здесь ходит того и тапки это не ход на крайне сферы доуклияний это просто обоюдно важный ход который полностью либо укрепляет группу белых и белый дальше вольный тело все что заходит захочет либо сосуде черный уже черный будет делать и все что захочет как видно белая группа слабо как следствие она бежит и белый ничего не получает просто получает жизнь папа то это ничего черный как видно закрывает гигантскую зону белый же если все расходил то ни про какую гигантскую зону речи здесь уже по сути бы и не шло а просто потому что белый получает доступ к ней на эти очки начинают постепенно исчезать ты что важно что эта группа черных которые сверху и еще даже не до конца живая поэтому обоюдно важный ход кто сюда сходит тот и будет контролировать центр имея контроль над центром не будет если убил пусть контроль над центром то черт не будет зоны и белый атаки полностью уйти доход стоит ноль очков он такие ходы перечки делать нужно потому что если мы отпускаем под большое давление многие про нас из нас про них забывают про эти ходы но вот важно понимать насколько это важно с учреждения крепости с точки зрения стабильности группы поэтому да ничего не стоит да дают ноль очков но очень часто бывает что ходы которые мы делаем которые приносят ноль очков нам лишают очков оппонента поэтому защитный ход это не очки веря не совсем так он не дает очки вам он не дает оппонент получить очки на атаке поэтому друзья мои иногда стоит играть покрепче такой простой пример надеюсь вам понравился спасибо